В Самаре с 14 по 15 ноября закрыли парковочное пространство у вокзала со стороны железнодорожных путей. Это связано с ремонтом асфальта. При этом городская стоянка на Комсомольской площади будет работать в обычном режиме. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут. Общественный транспорт до аэропорта Курумыч будет ходить строго по расписанию. Напомним, через аэропорт проходят три межмуниципальных и один муниципальный автобусный маршрут. Номер 652Т Тольятти-Новый город, Самара-Железнодорожный вокзал. Номер 607 Самара-Железнодорожный вокзал, Тольятти-Новый город. Номер 392 поселок Молодая Гвардия, поселок Береза. Номер 78 Самара-Барбошина-Поляна, поселок Береза. Городской маршрут. С лета было зафиксировано большое количество жалоб от жителей, в том числе на странице в соцсети главы региона, о несоблюдении расписания движения общественного транспорта, следующего через аэропорт, либо его отсутствие. В настоящий момент началась проверка работы этих маршрутов, после чего будет принято решение о продолжении работы с перевозчиком, либо о расторжении с ним договорных отношений. Самара стала одним из самых популярных городов для культурно-познавательного семейного туризма. Областная столица демонстрирует положительную динамику по ряду показателей качества жизни, включая образование, работу и доход. Жители оценивают выборы качества досуга на 3,3 балла из четырех возможных, отметили в Государственной корпорации развития туризма. Также Самара входит в топ-10 российских городов с наибольшим количеством достопримечательностей. Глава региона Вячеслав Федорищев в Москве провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Обсудили вопросы развития в Самарской области науки и образования, создания новой инфраструктуры, строительства в Самаре Межвозовского кампуса. Дмитрий Николаевич отметил, что Самарский регион является одним из крупнейших научно-производственных центров России, где успешно реализуются профильные национальные проекты образования, наука и университеты, федеральные программы по поддержке талантливых детей, молодежи, ученых. Новый импульс развития науки и образования в Самарской области даст международный межвозовский кампус, который будет построен около стадиона «Самар-Арена» благодаря поддержке президента Владимира Путина. Между Самарой и селом Ташла по поручению губернатора Вячеслава Федорищева запустят автобусное сообщение. Итоги открытого конкурса на право получения свидетельства на маршрут номер 601 «Самара-Барбошина-Поляна Ташла» подвели 11 ноября. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 7 утра и в 3 часа дня с остановками в населенных пунктах «Большая Царевщина», «Жилгородок», «Береза», «Молгачи», «Сергиевка», «Новый Буян», «Бубовая роща», «Михайловка», «Новая Бенарадка» и «Мусорка». Время в пути составит около двух часов. Перевозчик приступит к работе не позднее, чем через 90 дней после утверждения результатов конкурса. Правительство Российской Федерации утвердило постановление о размерах единовременной выплаты для военнослужащих при получении боевых травм и увечий. Если военнослужащего тяжело ранили, размер выплаты составит 3 миллиона рублей, при легком ранении – 1 миллион рублей. В случае других травм можно будет рассчитывать на 100 тысяч рублей. В итоге величина единовременной выплаты будет различаться в зависимости от серьезности ранения для всех типов боевых травм и увечий, полученных военным при выполнении задач в рамках СВО.